Детский сад номер 203 готов к началу нового учебного года. Здесь заасфальтировали большую площадку перед одним из корпусов. В ближайшее время сделают нескользящее покрытие на крыльце, закупили дополнительное оборудование в сенсорную комнату. Здесь работают с детьми, у которых есть проблемы со зрением. Сейчас здесь тихий час, и воспитанники этого детского сада выглядят как их сверстники в любой другой группе. Но распорядок их жизни отличается от обычного садика. Кроме музыки, прогулок и рисования, каждый день – лечение. Все дети знают, что они ходят на лечение, как у них есть музыкальные занятия, еще какие-то. Они приходят на лечение. Если мы начинаем адаптировать, то они сначала боятся медицинских работников, то потихонечку заходят, адаптируются, и все. И это такой труд ежедневный. В детском саду с гордостью показывают и сенсорную комнату. Под нее выделили часть актового зала и обычную группу. То есть вот вся обшанка, она продуманная? Да, у нас получается режимные моменты. У воспитанников самый распространенный диагноз – косоглазие. Лечение долгое, иногда необходимо несколько операций. Главная задача – максимально восстановить зрение к школе. А если это невозможно, научить ребенка жить со своим недугом. Чаще всего нарушение зрения – это наследственные изменения. А бороться с наследственностью – это очень тяжело. Главное, чтобы не усугубить диагноз, чтобы не произошло ухудшение у ребенка. А когда идет выздоровление – это вообще победа всего коллектива, и педагогического, и медицинского. Малышей сюда принимают с двух лет. Есть ясельная группа. Некоторые воспитанники после детского сада могут учиться в обычной школе. Некоторые переходят в специальную школу-интернат номер 39. Ради этой цепочки в Новосибирск переезжают семьи из других регионов. В городе открывают специальные коррекционные классы и в обычных школах. В прошлом году открыли новую школу, и мы сразу создали условия для открытия дополнительного класса детей с аутистическим спектром. Создали сразу условия. А вот в летний период этого года мы проводим работу по созданию там дополнительного коррекционного класса. По статистике, детей с серьезными проблемами здоровья с каждым годом все больше. О том, как работать с ними и помогать, будут говорить на форуме «Новосибирск – город безграничных возможностей». Он пройдет в августе. Лидия Захарова, Даниил Смирнов, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.